Всем привет! Добро пожаловать на канал ProBlog в Сан-Франциско. Рядом со мной Виталий. У Виталия интересная карьера, как, впрочем, и у остальных моих героев. Но мы сегодня поговорим не только о технологиях, о них, конечно же, в том числе, но и поговорим о том, как создавать стартапы, как их продавать в Google и как развиваться в карьере, чтобы не становилось скучно в области IT. Я знаю, что ты закончил MIT, но ты закончил его в 2004 году. Да, то есть я получил бакалавр в 2004 и еще остался на гад на мастерс, как бы тоже в Computer Science. Да. У меня в связи с этим такой вопрос. Дело в том, что у меня на канале уже было несколько выпускников MIT, но они все заканчивали этот университет, или бакалавриат, или получали PHD совсем недавно. Поступал ты в MIT в 2000 году. Процесс, на самом деле, в 99-м, потому что я подавал документы, но я, да, прибыл туда в 2000. В то время еще интернета как такового не существовало, да? Ну, то есть, насколько я помню, это было ICQ, и какие-то чаты, и, собственно, в доступе, в таком обиле информации не было, как сейчас. Сейчас ты хочешь, нагуглил, посмотрел, как поступят в тот или иной университет, кто-то даже есть какие-то подсказки, истории, как сделать это все лучше. Как ты тогда добывал информацию, и вообще, как в твоей голове зародилась идея поступить в MIT? Это сама по себе довольно интересная история, потому что я знал о самом ВУЗе с очень раннего возраста. Мне, по-моему, было 4 или 5 лет, и мы с папой их клеили обои, и смотрели какой-то американский акшн-фильм, как сейчас помню, назывался «Гром в раю». Там один из героев пытался починить какой-то двигатель и жаловался, что, значит, вот он механик с образованием из MIT, и он не может что-то починить. Я тогда спросил наивно очень, как бы, у папы, а, собственно, что такое было MIT? И он сказал, что это самый, как бы, хороший, сильный технический ВУЗ в мире. И я как-то это запомнил, и мне всегда было очень интересно вот там что-то читать и видеть какие-то референсы, как бы, к ВУЗу. Так время от времени я находил какие-то вещи, что-то слышал. Да, и поэтому, когда я решил, что было бы очень интересно попытаться вот поступить куда-то за рубежом, у меня, наверное, как бы, было только пара вариантов, вот куда бы по-настоящему хотелось. И, то есть, на первом месте был MIT, на втором месте был Caltech. С интернетом туда действительно были проблемы, он уже был. Но информацию я обычно собирал просто вот, приходя к папе на работу, у них там уже какой-то интернет был. Днем все линии были заняты, поэтому обычно я приходил где-то там часа 8-9 вечера, ставил чайник, готовил чай, пил и ждал, пока там вот страницы разных ВУЗов загрузятся. Я никогда не читал, как бы, страницы прямо на компьютере, просто распечатывал все, что было. Это занимало очень много времени, потому что это был еще dial-up, то есть скорость передачи была очень небольшая. Но, как бы, к утру у меня уже была большая стопка каких-то вещей, и я вот такие сеансы проводил, не знаю, наверное, несколько раз. То есть, и потом просто анализировал всю информацию, которую я, собственно, умудрился распечатывать. В основном меня, конечно, интересовали, как бы, правила приема, ну и financial aid, потому что это был 99-й год. Образование в MIT тогда уже, как бы, на уровне бакалавра стоило, если не ошибаюсь, там, 38 тысяч, что мои родители явно не могли себе позволить. Мне вот именно хотелось узнать, мне, как иностранному студенту из Украины, потенциально мог бы что-то оплатить или нет. Ну и плюс, опять-таки, тогда я не знал никого, кто бы когда-то подавался, поэтому много времени и усилий уходило просто на вот анализ того, допустим, могу ли я получить какую-то стипендию где-бы-то, там, где-то еще. То есть сейчас я понимаю, что на самом деле это очень сложно, как бы очень мало стипендий, вот, для того региона, как бы Украина-Россия. И в основном они уже все-таки на уровне, там, пищи студентов. Но тогда я не знал, как все эти вещи работают, поэтому делал много глупых вещей. Тем не менее, по итогу ты получил финансовую помощь, ты поступил. Поступил, сама даже подготовка к поступлению на самом деле тогда была немножко сложная, потому что у всех американских вузов есть какие-то требования, там, к тестам, к рекомендательным письмам, к сочинениям. И это требования, которые довольно понятны для людей, которые выросли в Штатах. Ну, мне кажется, может быть более понятны для людей, допустим, которые выросли, там, в Западной Европе. Есть отдельные вещи, как написание рекомендательных писем, которые страны бывшего Советского Союза, люди, вот, ну, просто не умеют писать. То есть типично рекомендательное письмо в Украине, да, это человек, какой-нибудь профессор или, там, вот, человек с большим званием пишет письмо, которое говорит, что, вот, Виталик, допустим, это, и дальше идет большое перечисление пикетов. Считается, что это хорошее рекомендательное письмо, то в то же самое время, как бы, там, любой человек в комиссии, которая решает, тебе принять или не принять, на такое рекомендательное письмо совсем не будет обращать внимания, просто потому, что оно, как бы, ни о чем. Как должно оно выглядеть в Америке? С аппетитами можно подождать, но если ты какие-то используешь, то ты должен показать, собственно, почему этот человек, допустим, не знаю, умный, или почему он много работает. Есть свои нюансы, потому что часто фраза, как бы, он, там, hardworking, да, то есть много работающий, означает, что, наверное, не очень умный, если он так много работает, а результат, как бы, тот же самый. Лучше всего работают рекомендательные письма, которые вот по-настоящему каким-то образом открывают человека. Они описывают какую-то ситуацию, когда он что-то сделал или как-то решил проблему совсем по-другому, или интересное, или еще что-то. Иначе письмо никак не останется в памяти человека, который его читает, и поэтому ты можешь быть замечательным человеком, и все тебе может быть хорошо, но так или иначе тебе важно как-то вот выделяться из общего пула кандидатов, потому что если много кандидатов очень похожих друг на дружку, то твои шансы не могут быть лучше среднего. Ты поступил в MIT, но до этого ты учился в Днепропетровском государственном университете. То есть ты переводился после какого-то курса, после второго. Да. Это вот эти транзиты, они как-то облегчают задачу поступления, или они ее наоборот усложняют? Они ее на самом деле очень усложняют, и это была одна из тех вот глупых вещей, которые я в свое время сделал, просто потому что я не знал, как это работает. В Штатах вот так называемые трансферы, то есть студенты, которые переходят, начинают учиться в одном университете, а потом переходят в другой, это, возможно, существует. Ну а в целом количество трансфер-студент, которые берут университеты, оно относительно маленькое. То есть это особенно как бы так вот для интернашнала трансферс, то есть международных студентов. Если не ошибаюсь, если в среднем, допустим, по крайней мере на тот момент MIT в год брал порядка 100 человек иностранных студентов, как бы вот именно на андегрэнд, на бакалавра, то трансферов было то ли 8, то ли 9. Понятное дело, что в этом случае там количество человек на место, с которым тебе приходится соревноваться, оно гораздо больше. И по-настоящему, если бы я знал, что вот ситуация обстоит таким образом, наверное, мне имело бы больше смысла, грубо говоря, забыть о том, что я где-то учился в Украине, в университете, и подаваться, собственно, как фрешману, ну, либо уже заканчивать университет в Украине и подаваться, допустим, на пищи. Но тогда я этого не знал, и по большому счету мне сильно повезло, что мне удалось поступить. Но это сделало процесс поступления тоже гораздо более сложным, потому что там одна из вещей, допустим, которая требует от тебя, это как бы программа университета и описание всех предметов, которые ты брал на английском языке. То есть вот в реалиях как бы украинской университетской жизни эти описания часто отсутствуют на каком бы то ни было языке. И поэтому, когда ты вот проходишь по всем конспектам и начинаешь составлять, собственно, описание всех предметов, которые ты когда-нибудь брал, и переводить их на английский, это довольно много работы. Да, это тянет за собой еще большой бюрократический хвост. Да, на самом деле многие вещи превращаются в более сложные просто потому, что ты поступаешь не из Штатов. Мне надо было сдавать, допустим, TOEFL, это как бы относительно легкий тест по английскому, и нужно было сдавать SAT-2, то есть предметные тесты. По крайней мере, вот когда я был в Украине, то на тот момент TOEFL можно было сдать, по-моему, раз в месяц, но регистрироваться на него надо было за там 3 или 4 месяца заранее. С SAT все было еще хуже, потому что два ближайших центра, где я их мог сдать, это была Москва и Львов. Ага, и, по-моему, их можно было сдать там раз в 2 месяца. И, понятное дело, тоже каких-то материалов вот по этим тестам было очень-очень мало. В интернете был один пример теста. Благо, я нашел организацию, она тогда называлась ASFITA, по-моему, организация на деньги Сороса, которая позволяла вот интересующимся, у них была хорошая библиотека книг, там по TOEFL, там по разным предметам, и они разрешали вот туда приходить и, собственно, эти книжки там читать. Там была одна из книг по подготовке к тестам, вот по SAT я делал математику и физику, а у них как раз была вот одна книга, которая покрывала эти два предмета. И она мне очень-очень сильно помогла, потому что, то есть, у меня никогда не было проблем с математикой или физикой, но вся система тестовая построена совсем по-другому, потому что если в Украине обычно у тебя есть там 3-4 задачи на час, которые ты решаешь, они более сложные, то система тестов в SAT построена на том, что ты очень-очень быстро решаешь большое количество относительно простых сдач, как бы, без ошибок. Там есть свои нюансы, то есть, поскольку это, like, multiple choice answer, да, у тебя есть несколько вариантов ответов, которые ты можешь выбрать, а на самом деле часто получается, что тебе проще отместить те ответы, которые явно не подходят, чем по-настоящему решать задачи. Это немножко не математический или там не физический подход, но тем не менее, как бы, это тест, и если ты знаешь, допустим, о таких стратегиях, то это очень помогает, как бы, справляться быстро. А так, если я правильно помню, тест — это 50 задач по математике, как бы, за час, и 70 по физике. Причем с физикой все еще сложнее, потому что часто есть какие-то описания экспериментов, которые тебе приходится читать по-английски, и это тоже хватит время. То есть ты пытаешься вот быстро пробежаться по странице и понять, что спрашивают, потому что понимать, как бы, а на что, собственно, отвечать. Ну, собственно, как и любое, точно так же, как и пройти собеседование на работу, это отдельный скилл, как здесь говорят, и также издать экзамены. Это отдельный скилл, и часто не имеет ничего отношения к самой работе или к самой учебе, правильно? Правильно, да. То есть, как бы, понимание — это важно, но так или иначе тебе по-любому нужно к этому как-то готовиться, по крайней мере, для того, чтобы понимать, какого типа вещи тебе придется решать. Да. Преодолев все эти трудности, ты все-таки поступил в MIT, получил полное финансирование, если я не ошибаюсь? Да, то есть, как бы, университет, по большому счету, покрыл, да, все мое, как бы, образование. Основная часть — это были гранты, и также у меня была небольшая сумма loans, но, как бы, по американским меркам она была довольно смехотворная, то есть, если не ошибаюсь, порядка 12 тысяч за вот 4 года. При этом, как бы, MIT не требовала от меня косайнеров. Я был единственным человеком, который отвечал вот за эти долги. Если бы я, допустим, уехал обратно в Украину или куда-нибудь еще, то MIT, по большому счету, сказал бы goodbye, да, всем этим деньгам. Но когда университет относится к тебе хорошо и тебе так помогает, то ты все-таки тоже стараешься отвечать ему тем же. Это правда. Как складывалось общение с преподавателями? Поскольку все-таки все преподавательский состав в MIT — это звезды, ну, не индустрии, а науки, да? Насколько с ними легко было общаться вообще, задать вопрос? Вот как было устроено это вообще? На самом деле это вот что-то, что очень сильно отличает, я бы сказал, вот академию, как она существует в страны бывшего Советского Союза и вот в Штатах. Потому что даже в каком-нибудь там небольшом университете, ну, из такого собственного опыта, я не говорю только как бы вот там о Днепре, а в принципе человек, который может быть там профессор или там какой-то кандидат на кафедре, он обычно считает себя человеком гораздо более важным, чем там средний студент и требует вот к себе такого же отношения, то есть как бы отношения очень серьезного и очень почтительного. То есть если ты на лекции начнешь есть путерброд, то, скорее всего, в лучшем случае ты получишь какое-то замечание. А в Штатах в этом плане все гораздо проще, и главное, что люди, которые могут быть очень известными, могут быть, я не знаю, очень богатыми, могут по-настоящему, может быть, по-настоящему там сильно изменили как-то мир, они на самом деле гораздо более простые в общении и не требуют к себе вот какого-то такого особого отношения или внимания. Они любят то, что они делают, они как бы часто считают себя счастливыми в том, что вот они занимаются чем-то, что им нравится, и да, наверное, неприятно, что у них есть такой вот recognition всех остальных, но в то же время это очень часто очень скромные люди, которые никоим образом как бы не пытаются казаться самыми умными, которые довольно часто и просто могут признаться, что они не знают хорошего ответа на твой вопрос. Была ли у тебя когда-нибудь идея стать, ну, собственно, академическую карьеру строить, стать преподавателем, ученым? Да, я из семьи, где как бы вот получение какой-то степени, скажем так, приветствуется. То есть у меня мама белых по образованию, она всегда проработала химиком, но в то же время вот защищала диссертацию, то же самое папа, он у меня как бы математик-механик, и вот моим родителям очень-очень хотелось, чтобы я остался, собственно, на ПИЧ, на доктора. У меня довольно как бы научное мышление, но в то же время мне не очень нравится заниматься, допустим, какими-то исследованиями, вот просто ради исследований. И в компьютер-сайенс, что хорошо, это то, что на самом деле многие вещи, над которыми ты можешь работать в индустрии, они достаточно интересны и носят достаточно исследовательский характер, что ты можешь заниматься интересной работой, но при этом как бы работой, которая приносит вот какую-то понятную пользу. Я неоднократно слышу, в Америке это уже давно принято, и, собственно, ты проходил через интернатуры. А в странах, собственно, откуда мы родом, да, это только сейчас набирает обороты. Вот расскажи, ты проходил, был стажером в компании Microsoft несколько лет подряд. Да, два года подряд. Два года подряд. Расскажи вообще, что дает вот эти стажировки для тебя как человека, который только начинает строить карьеру? Это, конечно, как бы огромный опыт, потому что так или иначе, когда ты вот в университете занимаешься какими-то проектами, вот скоп, ну, скажем так, размеры, допустим, этих проектов или насколько большие эти проекты, он, конечно, очень ограничен, потому что у тебя есть какой-то класс, и там внутри этого класса, допустим, даже если проект занимает полгода, это относительно небольшой проект вот как бы по современным индустриальным как бы меркам. Поэтому интерншипс, в принципе, это очень классная возможность. С одной стороны, скажем так, интересно и весело провести лето, а с другой стороны, посмотреть, как те вещи, которые ты учишь в школе, на самом деле работают на практике. Ну и в Штатах, наверное, это также хорошая возможность заработать какие-то деньги или получить вот какой-то опыт, который ты можешь потом поставить себе на резюме. Потому что в самом начале у всех студентов одна и та же проблема, то есть они понимают, что они не получат диплом, но так или иначе им надо будет искать какую-то работу, и им нужно в резюме указывать, вот где и как они работали и что они делали. И если, допустим, если твоя работа до этого это как бы было разносить газеты, да, то есть для ребенка работа очень даже нормальная, но, наверное, как бы не особенно поможет тебе искать какое-то серьезное место работы после колледжа, то интерншип это вот одна из возможностей. Она не единственная, то есть как бы в больших вузах и в том числе как бы в MIT есть программы, где ты по большому счету работаешь вот с различными учеными. По-настоящему это такая дешевая рабочая сила, которая уже что-то понимает и поэтому может делать какую-то работу, а с другой стороны это какие-то вот небольшие деньги и возможность для тебя приобрести вот именно опыт, который выходит за рамки класса. Но какого рода вообще задачи поручаются стажерам? Понятное дело, ты говоришь, когда ты учишься в университете, да, то у вас есть какие-то проекты, ты говоришь, ну они там полгода, лето три месяца. То есть понятное дело, что сильно рассчитывать на этого человека, на его внедрение в команду нет. Видимо, ну вот как мне кажется, и задачи получаются такие достаточно поверхностные и не очень важные. Или это не так? На самом деле немножко не так. То есть тут надо понимать, что компании в основном предлагают интерншипс с целью заполучить хороших кандидатов сразу же после окончания вуза. То есть они тоже от этого выиграют. То есть у компании есть заинтересованность как бы в наиболее сильных студентах. И поэтому вот даже получить интерншип гораздо легче, если ты из какого-то серьезного вуза. Просто потому, что компании пытаются выбирать людей, исходя из того, вот какие университеты они знают, как бы, как они верят, что этот человек вот окажется достаточно сильным работником, который довольно быстро вольется в компании и будет приносить какую-то пользу. Поэтому у компаний получается, с одной стороны, они хотят выбрать наиболее хороших людей, а с другой стороны, они пытаются человека привлечь. Потому что если человек сильный, у него наверняка будут различные варианты после окончания вуза. И у компании таким образом есть возможность, показав, как замечательно у нас тут все есть, заполучить этого человека после окончания, как бы, вуза. Поэтому, как это ни странно, но, наверное, самые интересные проекты, которые есть, обычно, то есть, ну, при условии, что они имеют какой-то ограниченный уровень сложности, их обычно отдают именно интерну. Просто потому, что если дать интерну какой-то проект, который неинтересный, или, как бы, проект, где человек может проработать три месяца, но ему особенно нечего показать, это не те проекты, которые позволят компании заполучить этого человека, даже в том случае, скажем так, если он сделал замечательную работу. Мы переходим к такой теме, к теме карьеры, начальной. Ну, собственно, она уже у тебя началась, условно говоря, с интернатуры. Но расскажи потом, как она дальше двигалась, где ты продолжил работать. После, как бы, двух лет с интерншипом в Майкрософте, собственно, по кончению, как бы, вот в моей последней интерншипа, у меня было предложение вернуться в Майкрософт. И получилось, что, когда я заканчивал Мастерс, у меня уже, как бы, год было это предложение, и меня все устраивало. Мне нравилось, вот, нравился район Сиэтла, там действительно очень красиво. Майкрософт на тот момент была самая большая софтвер-компани, у них было много проектов, которые мне нравились, и я даже, на самом деле, на тот момент не рассматривал какие-то другие варианты. И только, когда я уже, собственно, приехал туда, моя первая работа, собственно, как и интерншипс, была связана с компиляторами, то есть Visual C++ Compiler от Майкрософт. И с технической точки зрения, как бы, меня все полностью устраивало, но я быстро понял, что скучаю по друзьям в Бостоне на East Coast, и поэтому довольно часто вот просто летал через всю страну обратно провести больше времени в Бостоне или в Нью-Йорке, и в какой-то момент решил, что, наверное, было бы неплохо, собственно, переехать обратно куда-нибудь на East Coast. У меня было несколько вариантов, то есть я проинтервьюировался с компанией в Бостоне, тогда она называлась IT Software, и с Google в Нью-Йорке. То есть Google тогда только-только открыл офис в Нью-Йорке, он был еще очень маленьким, и они мне предложили вот приехать туда. Мне надо было выбирать между любимым городом, как бы, Бостоном и Google в Нью-Йорке, и я решил, что, ну, все-таки Google, и так я оказался вот как бы Big Apple, и проработал следующие полтора года, собственно, вот на Google в Нью-Йоркском офисе. Тогда это было замечательное время, потому что это был 2005 год, у нас офис был относительно небольшой, я всех знал, все знали меня, в офисе было два директора, и все подчинялись вот кому-то из этих двух директоров. То есть получается не было вот таких типичных для большой компании layers of management. И на самом деле как бы я не могу сказать, что мои менеджеры особенно вот интересовались, что я делаю, их устраивало то, что делаю что-то полезное. А сама работа была интересная, потому что по большому счету тебе говорили, вот у нас есть много задач, ты там найди какую-нибудь, которая тебе интересна, и начинаю работать. То есть люди, которые вот там работали, у них было очень много какой-то независимости, они часто работали с другими людьми в Google по всему миру, до сих пор вот в компании инженеры часто работают напрямую друг с дружкой, там не обязательно общаясь вот там через какие-то layers of management. И это была очень большая разница по сравнению с Microsoft, плюс как бы само вот это вот ощущение компании, которая очень быстро растет, богатой компании, когда там каждый день акции идут вверх, у тебя этих акций много, поэтому как бы это хорошо. То есть это было очень интересное время, и также время, когда на самом деле вот начать какой-то проект в Google было очень легко. То есть если у тебя была какая-то идея, ты всегда мог вот рассказать одному из этих директоров, и если он считал, что идея как бы reasonable, то ты получал какие-то ресурсы, и дальше начинал что-то как бы с ним делать. То есть таким образом появились многие продукты в Google на самом деле, то есть вот Gmail или Orkut социальный сервис, это были просто вот какие-то инженеры, которые решили, что у них была проблема, и они хотели ее как-то решить, построить что-то более хорошее. В какой-то момент и у тебя появляется идея. Да, это уже немножко позже. Тогда у меня вопрос другой пережил. Значит, насколько я знаю, в какой-то момент Google покупает Android. Да. И ты переходишь в Android. Это было вот давай установим вот эту цепочку событий. Да. На самом деле в Нью-Йоркском офисе было очень много инженеров, которые имели вот какие-то connections к Бостону. То есть многие закончили MIT. Там кто-то жил в Бостоне раньше. И на тот момент Бостон, при том, что это был такой как бы центр вот именно образовательный, там на самом деле не было большого вот выбора компании, где ты мог бы работать. Из-за этого многие инженеры собственно вот уехали в Силиконовую долину или в тот же самый Нью-Йорк. И в Нью-Йоркском офисе даже был мейлист Boston wannabees. То есть грубо говоря, как бы да, все люди, которые работали в Нью-Йорке, но на самом деле хотели жить в Бостоне. А так как Бостон был моим самым любимым городом, то я всегда как бы вот рассматривал вариант, что если бы в там Бостоне Google открыл офис, то я был бы одним из первых, кто бы туда переехал. На тот момент Эрик Шмидт, наш CEO, опять-таки на тот момент в Гугле, он сам был из Бостона и он был категорически против того, чтобы у Гугла в Бостоне был офис. Из них соображение, что любой R&D, как бы research and development офис в Бостоне очень, то есть его беспокоило, то что он может очень быстро стать R&R, то есть research and research. то есть грубо говоря, что город настолько связан вот с какими-то исследованиями, что мало кто будет заниматься какими-то практическими задачами. Но когда Google купил Android, а на тот момент это была довольно небольшая команда, то есть три фаундера, один из них Ричмайнер был из Бостона, и по-моему на тот момент это было 12 или 15 инженеров. Часть из них находилась в Калифорнии и несколько в Бостоне. Когда Google купил Android, Ричмайнер не хотел переезжать в Калифорнию, и поэтому в Бостоне так или иначе появился очень маленький офис. То есть на тот момент это был Рич, собственно один из фаундеров, два инженера full-time и пять интернов из MIT. То есть такой очень маленький офис прямо на Кандалл Сквер совсем рядом с MIT. Но это уже был какой-то офис, и поэтому как только я о нем узнал, я написал имейл Ричью, что так и так, я работаю в Нью-Йорке, но хотел бы работать из Бостона. Он меня пригласил приехать, я с ним поговорил, и он сказал, да, конечно, оставайся тут. И где-то следующие полгода довольно много людей из Калифорнии и Нью-Йорка переместились в офис в Бостоне, а кажется, Эрик Шмидт, как бы наш CEO узнал о том, что у нас есть офис в Бостоне, и в нем 50 человек, как бы абсолютно неожиданно, и для него это был очень-очень большой сюрприз. Но к тому моменту как бы офис уже был, он довольно неплохо работал, и так получилось, что я оказался в Бостоне в довольно приличном офисе. Интересно, что тобой двигали обычно локации, что ты хотел сначала на восточном побережье. Да, то есть по большому счету получилось, что как бы я оказался в Сиэтле, мне хотелось вернуться в Бостон, и я попал в Google через Нью-Йорк по пути в Бостон. Да. Другая компания, IT Software, которую я рассматривал собственно в Бостоне, когда решал между ней и Google, прошло, по-моему, несколько лет, и Google я купил, так что мне кажется, что в любом случае я бы оказался где-то в Google в Бостоне. Расскажи о технологиях, которые в то время ты использовал и о проектах, над которыми ты работал. Google в то время также был очень интересен тем, что это было единственное место, где ты мог сниматься какими-то большими дистрибутивными системами, то есть вот MapRedis, одна из самых старых известных Google-овских технологий, которая позволяет большие задачи параллельно просчитывать на большом количестве компьютеров. Это на тот момент была такая коренная технология в Google, все ее использовали, и на самом деле было довольно обычное дело, когда ты прогоняешь какую-то свою программу на трех-пяти тысячах компьютерах, которые находятся где-то там в дейта-сентре непонятно где. И это было очень интересно, потому что не было других мест, где ты мог решать подобного рода задачи, скажем так, вот on that scale. На самом деле первая моя работа в Google была, носила такой очень программно-аналитический характер, потому что я занимался разработкой систем, которые помогали Google абсолютно легально собирать, анализировать информацию о наших конкурентах на тот момент. То есть как бы Microsoft, Yahoo и разных сервисах, которыми эти конкуренты пользовались. В IT всегда очень много какого-то соревнования как бы competition, и многим менеджерам, особенно как бы product-менеджерам в Google хотелось как можно быстрее получать информацию о том, что по-настоящему работает с точки зрения продукта. То есть если допустим Microsoft на своем главном веб-сайте что-то меняет, а как это отражается на трафике, который идет к этому сайту, или скажем так на том времени, которое люди проводят на этом сайте. Все компании, и особенно большие компании, собирают какую-то такую информацию для того, чтобы каким-то образом улучшать свои собственные продукты. Google был интересен тем, что он собирал информацию о продуктах конкурентов. И это была сама по себе довольно большая задача, потому что несмотря на то, что компании собирают большие объемы данных, собрать относительно легко. То есть сейчас есть очень большие hard drives, где можно хранить петабайты и петабайты какой-то информации. На самом деле bottleneck это обработка, потому что когда у тебя вот много-много-много всего, на самом деле найти и получить какую-то actionable data, то есть информация, которая по-настоящему полезна, информацию, как бы это сложно и требует обычно вот именно как там поиск голки в стоге сена, переборки очень большого количества разных данных. Поэтому первый год в нервском офисе я в основном занимался data mining, то есть именно проблемами, поиск какой-то полезной информации в том, что Google собирал. И это было очень интересно, потому что это был первый, наверное, случай в моей жизни, где мне приходило сталкиваться с такими объемами. И многие решения, которые там использовались, они именно носили такой очень дистрибутивный характер, то есть все учисления проходили не на одном компьютере, а на большом количестве каких-то машин, которые между собой как-то общались. Моя подобная работа закончилась, когда я перешел в Бостон, но в то же время, наверное, самый интересный вот случай был именно, когда только-только переехал в Бостон, и кто-то мне позвонил, что в Google происходит довольно редко, потому что обычно люди просто пишут имейлы, то позвонил из Калифорнии и сказал, что так и так, значит, наш лидершип, то есть все большие люди решают, думают о том, чтобы купить одну компанию, мы тебе не скажем как бы имя этой компании, но нам нужны вся информация по MSN-видео, Yahoo-видео, Google-видео и YouTube. и я потратил наверное где-то 5-6 часов собственно вот ночью собирая всю информацию, которая у нас только была про YouTube и собственно через день я узнал о том, что Google все-таки решил YouTube купить. Это был такой интересный случай, я до сих пор думаю, что фаундеры YouTube должны мне быть очень-очень благодарны, что я не где-то там не упустил нолик. То есть так вот все интересно произошло. Мы собственно двигаемся в сторону интересной, ну почему она мне интересна, потому что у меня пока не было таких гостей, которые продали бы кому-нибудь свой стартап и это правда очень интересно. Почему еще интересно? Потому что забегая наперед такое ощущение, что опять же у тебя это не единственная стартапа было еще, такое ощущение, что ты четко умеешь словить эту идею, чтобы ее продать большой компании. Ну то есть как-то ты как будто нащупываешь. Вот этот секрет мы попытаемся сегодня разгадать с моими зрителями, если ты добровольно не поделишься. Нет, как бы ну да, у меня секретов больших нет. Наверное как бы следует начать с того, что можно преследовать разные цели, когда создаешь компанию. И в этом плане наверное то есть я не могу сказать, что когда я первый раз пробовал создать что-то свое, что я вот так вот уж точно пробовал создать компанию и ее кому-то продать. На самом деле на тот момент мне просто хотелось создать что-то новое, как бы что-то, что имело бы вот, ну я не знаю, мое имя допустим. Потому что когда ты работаешь именно на большую компанию типа Google, ты можешь заниматься очень интересными и очень важными вещами, но на самом деле это всегда какая-то очень такая тимплей, то есть ты не отвечаешь полностью за весь продукт и в конечном счете даже если получается замечательный результат, как бы на нем стоит Google, это абсолютно нормально, но как бы я просто сам для себя решил, что я всегда смогу работать в Google, но я наверное буду сожалеть, если я по крайней мере не попробую создать что-то свое. Но ведь первая попытка у тебя все-таки была внутри Google создать что-то. да, то есть как бы первый проект, то есть на самом деле у меня заняло какое-то время, прежде чем я понял, что мне по-настоящему хочется создать что-то именно свое. И первый проект, который я начал, я начал именно в Google, но на самом деле я рассматривал разные варианты, скажем так, развития этого проекта, потому что мой проект был связан с музыкой, именно как бы real-time audio identification, то есть задача, когда в те времена Shazam еще не был популярной программой и даже на YouTube на самом деле ты часто не мог определить, какая музыка играла. Мне музыка всегда нравилась и поэтому всегда было очень интересно, как собственно работают программы, которые с музыкой как-то связаны. Поэтому мой первый проект был проект именно распознавания того, что играет. То есть моя программка сидела на компьютере пользователя и каждый раз, когда там играла какая-то музыка, она в углу экрана собственно показывала какая музыка играла и имела две маленькие кнопочки купить и посмотри на YouTube. То есть отчасти это был просто такой вот проект, который мне был самому интересен. Отчасти это уже был какой-то бизнес проект, потому что на тот момент я как бы Google уже делал практически все, кроме музыки. А в Калифорнии, согласно законодательству, получается, что если ты не используешь какие-то ресурсы компании и при этом с ней не конкурируешь, то это твоя интеллектуальная собственность. Поэтому когда я сделал программу как бы и она заработала и заработала очень хорошо, на самом деле я не рассматривал продажу собственно этой технологии Google как единственный возможный вариант. То есть я думал о том, что наверное это программа, которая могла бы очень подойти к Google, но в то же время если допустим компания ее бы не купила, то я мог бы уйти с Google и заниматься как бы развитием этой программы дальше. На практике получилось, что когда стал вот каким-то образом пытаться эту программу проталкивать внутри самой компании, то изначально это не было очень успешно, потому что ты можешь показать вот демо кому-то из executives и они тебя похлопают по плечу и скажут замечательная работа, продолжай в том же духе, то есть как бы не очень конструктивная. Но в тот момент мне повезло, потому что Мариса Майер была VP of Search, то есть как бы VP поиска и на самом деле на тот момент управляла Google вот как бы обычными какими-то операционными проблемами компании, то есть Ларя и Сергей могли много думать и рассуждать о каких-то сумасшедших идеях, а Марис это был человек Mountain View, который по-настоящему решил вопросы. И у нее были офис-аурус, когда любой человек компании мог просто прийти и вот что-то предложить, что-то у нее спросить, и я прилетел в Mountain View собственно ей толкать идею мои программки. Я, как я вспомню, у нее было очень плохое настроение, когда я пришел, то есть предыдущий человек зашел в ее офис и вышел наверное через 15 секунд в очень расстроенном виде. Да, но я ей показывал программу и это по ходу того, как она задавала вопросы и я ей показывал и рассказывал как все работало и начинало нравиться как бы все больше и больше она сказала это все замечательно я думаю что мы как бы решим все вопросы и на тот момент я сразу же ей сказал что вот я считаю что это моя интеллектуальная собственность я занимался разработкой этого продукта в не рабочее время она сказала что это совсем не проблема что если Google как бы решит компанию и продукт продуктом заниматься то как бы они как-то придумают способ меня компенсировать и следующие два месяца то есть она мне дала несколько продакт-менеджерс и мы работали с разными проектами и решали вот где лучше всего эта функциональность могла бы работать и тогда же собственно вот мне у меня получилось познакомиться вот с многими людьми в разных командах которые потенциально могли бы это использовать закончилось все не так хорошо как хотелось в какой-то момент я прилетел в Mountain View и Мариса спросила там ты когда улетаешь я сказал вот сегодня вечером она можешь улететь вот завтра вечером мы могли бы завтра показать твою программу Ларе и Сергею я да конечно я могу улететь завтра вечером да и она организовала как бы встречу в течение первых получаса в основном Сергей задавал какие-то вопросы я на них отвечал все вопросы были очень технические и где-то вот на 35 минуте этого митинга я понял что Ларри на самом деле страшно не любит музыку и все что с ней связано он не любит музыку он не любит исполнителей он не любит компании которые владеют там правом на музыку и его последний вопрос ко мне был окей а ты можешь сделать вот нечто подобное но для видео и как бы я вернулся обратно в Бостон Мариса написала мне письмо что она поговорила с Ларей опять и что я могу значит продолжать развивать свой проект и Google может эту технологию купить но при условии если большие пять компаний которые собственно владеют большей частью музыкального контента в Северной Америке заключат с Google сделки в которых будут говориться что они не против того чтобы Google занимался собственно с вопросами client-side аудиоидентификейшн то есть вот именно вопросами распознавания какого-то музыкального контента то есть я пошел к гугловским юристам потому что на тот момент они уже с этими компаниями вели какие-то дела то есть уже были существующие контракты но они описали ситуацию тем образом что вот с нашей стороны нас тут 10 человек в этих музыкальных компаниях по большому счету вся музыка любая из этих музыкальных компаний на 90% состоит из юристов и что мы можем этот вопрос как-то решить но на это займет как минимум там пару лет ну и плюс получилось что вот прямо перед встречей с Ларей и Сергеем ко мне на стол приземлились гугловские лойеры и стали меня спрашивать вот как бы ты говоришь что это твоя интеллектуальная собственность но вот когда играет какая-то музыка тут появляется в уголку там две кнопки купи посмотри на ютюбе они конкурируют или это с какими-то продуктами вот типа рекламы потому что некоторые люди продают музыку через гугл и в общем-то как бы было понятно что в принципе даже если бы все сработало на самом деле я был бы в заранее невыгодной невыгодной позиции потому что скорее всего у меня был бы только один покупатель именно гугл и в тот момент я понял что на самом деле если у тебя есть какая-то вот интересная идея то наверное гораздо проще и безопаснее и заниматься разработкой вещей как бы вот вне большой компании потому что в этом случае не возникают какие-то вопросы об интеллектуальной собственности что кому принадлежит и у тебя гораздо более большой выбор потенциальных допустим покупателей или даже там выбор инвесторов да поэтому можно сказать что первый блин был комом хотя вот для меня в тот момент на самом деле это был тоже по-любому очень интересный экспириенс и я не могу сказать что вот даже те вещи которые как бы не получаются на самом деле когда ты смотришь на них обратно то запоминаются обычно какие-то хорошие вещи так что каких-то сожалений особенных нет зато тебе это наверняка дало много опыта для дальнейших да и тем более как бы на самом деле ты приобретаешь вот какие-то какой-то опыт и понимание того как на самом деле вещи работают потому что то есть любая организация особенно большие компании типа Microsoft Google Facebook на самом деле они работают очень определенным образом и то есть об этом надо знать когда ты вот если у тебя есть какая-то цель допустим что-то продать об этом тоже надо знать потому что лучше иметь какой-то небольшой продукт который имеет вот там решает напрямую какую-то из больших задач в этих компаниях чем иметь какую-то платформу которая носит вот какой-то очень размытый неопределенный характер потому что в конечном счете тебе нужно обычно убедить несколько людей которые принимают решения и эти люди они занимаются решением своих проблем решением вот проблем компании то есть если твоя как бы твоя разработка каким-то образом им в этом помогает то это большой плюс а если она очень интересная но никак не помогает то это может быть гораздо более tough sell как выглядело твое расписание что ты делал после того как ты ушел с гугл для того чтобы создать этот продукт ты создал команду или каким образом ты я знаю что в америке не принято говорить о деньгах но мои подписчики не это не прощак что именно было твоими критериями когда ты пришел а вот возвращаясь опять же к твоим стартапам ну к твоим стартапам как ты выбиралась технологии для развития своей идеи как правильно строить свою карьеру как правильно понимать себя а а а а а